МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Победитель проекта станции Ильшат Шабаев. Ильшат, расскажи, пожалуйста, как пришла тебе в голову идея принять участие в кастинге данного проекта? Так же, как и каждому, кто пошел на проект, кто понял, что хочет участвовать в подобном проекте, у кого есть время, силы, желания для того, чтобы посвятить свою жизнь, свое время, я пошел и сделал шаг. Так же, как и каждый. Когда ты уже прошел отбор, было понимание того, что можешь победить? Я думаю, что каждый, кто пошел вообще, в принципе, в каждом городе, он понимал, что он может победить, потому что здесь важна сила воли, желание, рвение. Человек там на проекте делает что-то невозможное для себя. Это огромный опыт, это незабываемое время. И окунуться, повторить, войти в это, да, это того стоит. Я работал в спектаклях, в концертах, в различных шоу, в мюзиках, но в подобных проектах именно я не участвовал, когда хореографы ставят на тебя, хореография работает, и ты на сцене танцуешь полторы минуты, танец неповторимый, поставленный на тебя, и ты работаешь с разными направлениями, с разными жанрами. Такого у меня не было. Как у тебя вообще изменилась жизнь, после того, как ты победил на проекте? Мы сами все не изменились, мы остались такими же, какими мы и были. Так же разговариваем, общаемся, просто, ну, есть особое внимание, его больше, все приходящее, все временно. Для нас сейчас просто открылись какие-то возможности, перспективы. Мы ездим по городам, даем мастер-классы, наслаждаемся, наслаждаемся усталостью, которая нас постоянно держит. Да, она приятная, да. Стали узнавать на улицах. Люди благодарны тому, что они увидели в этом что-то, и это их изменило, поменяло. И это, ну, хорошо, и ты чувствуешь, что ты что-то сделал вообще, в принципе, вложение какое-то в нашу культуру, в культуру хореографии и танца. И сейчас, благодаря этому проекту, огромный подъем у нас в России, отношение к танцу, и это очень радует. Я много слышу того, что я вот не занимаюсь, потому что у меня там не получится, еще что-то. Вот эти мысли убирайте, это самое ненужное. Просто мыслите только позитивно, желайте, делайте этот первый шаг, идите в сторону любой школы танцев, это уже будет первый шаг, а затем вы окунетесь в другую атмосферу, окунетесь в другое направление танца, и будете понимать, что вам ближе. Так вы будете развиваться, развиваться, расширять свое мироощущение, и танец делает нашу жизнь лучше. Один из самых ярких участников проекта танцы, Александр Волков. Саша, скажи, как тебе в голову пришла идея посетить кастинг телепроекта танцы? Слушал к шоу, что вот на ТНТ будет такая вещь. Я, конечно же, не задумываясь, сразу же рванул, так скажем, в первый эшелон, те, кто будет на нашей танцевальной сцене. А с какой целью шел? Покрасоваться у меня уже, знаешь, такое отпало. Я шел что-то изменить, ну и, соответственно, как бы не без надежды на победу. Танцы что это? Это профессия, хобби, стиль жизни? Если вот так вот сухо рассматривать, например, тайминг, да, в течение дня, сколько времени трачу я на тренировки и все остальное, безусловно, как бы призвание, вот как я сказал. Как ты сам можешь охарактеризовать свой стиль танца? Он из себя представляет такая довольно-таки брутальная, чаще всего готическая хореография, несущая в себя больше мощных и таких, можно сказать, даже слегка отрицательно заряженных образов. Как у тебя изменилась вообще жизнь после проекта? Помимо того, что стали узнавать на улице, больше интервью брать? Понял, что такое кочевой образ жизни, когда ты четко знаешь, где какие вещи, как их расположить, во сколько их собрать, во сколько вывезти, как в поезде себя комфортно чувствовать, пока ты видишь, какая ужасная штука самолета по 9 часов. Абсолютно другая динамика, абсолютно другой темп. Ты уже очень много повидал городов, много где выступал. Удается ли посмотреть эти города? Когда потеплее было, удавалось. Да, сейчас как-то не особо удается. Белгород еще не смотрел? Не, ну в общем, я видел церкви, когда приезжал, мне понравилось. Кстати, мы тут выходили, гуляли вокруг. Да, довольно-таки чистенький, аккуратный город. Люди на улицах узнаешь? Да, узнаю. Некие сложности действительно создаются с перемещениями, но все-таки, да, частично хотя бы, но удалось посмотреть. Ну и скажи тогда какое-нибудь пожелание людям, которые только начинают танцевать и, возможно, не получают еще признание, чтобы они как-то не стеснялись. Доверьте в себя и все. И успех он сам придет. Просто не сомневайтесь. Кто бы что ни говорил, не то чтобы вы всегда правы, принимайте чужую точку зрения, но не прям как единственную стоящую истину. Работайте головой и все. Верьте в свои силы и в свое творчество. И, возможно, именно вы будете через пару лет здесь показывать мастер-класс по танцам. Александр Хабылкин специально для Мир Белогория Лайф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова